Дорогие Господи, всечестные отцы, братья, сестры, всех вас поздравляю с праздником Великого Всемирного Чудотворца Николая, Великийского Архипископа, которого память на сегодня совершаем в этот светлый праздничный воскресный день. Мы, не только мы, все мы любим этого дивного святителя. В каждом доме верующего человека есть, как минимум, одна икона этого Великого Гойника Божия. Потому что хоть и жил он где-то в нынешней территории Турции, в Малой Азии, хотя ездил по разным странам, но более чем на Руси, его мало где почитают. То есть он во всем мире прославлен. И язычники, и безбожники, и мусульмане, и евреи часто обращаются к нему за помощью, когда, как говорится, прижмет. И много дивных чудес было от этого Угодника Божия. Написаны десятки томов книжек с его чудесами, с его дивными, говорится, милостями, которые через него Господь посылает народ человеческий. Кто тому интересно, тот может это найти. Все это в легком, свободном доступе, потому что дивный, угодник Божий. И вот мы немножко слушали его сейчас в житии, в житии его тоже было дивно. То есть в своей жизни он совершал величайшие чудеса, а после жизни он, подобно Господу, в твоей великой милости. Его часто называют экстренным, святым, потому что когда тяжело, прижало болезнь, смерть, опасность от зверя, от разбойников, от чего-то еще, просто его просишь, и он помогает. Бывает, вот преподобный Сергий, например, его попросишь, и вроде бы ничего нет. Немножко забылось, и проходит время, и дело совершилось. То есть он смиренно помогает, незаметно, и сразу как бы. А святитель Николая помогает сразу. Он такой, как скажем, как хирург, сразу вырезает себе опухоль, и уже потом просто подмазает, обвязать, и проходит. То есть удивительный угодник Божий. И в России, в России храмов, посвященных святителю Николаю, больше всего. Даже, ну, конечно, Господа, Матери Божией. А так вот, если бы собрать всех святых, наверное, будет столько же храмов святителя Николая. Так он почитается на Руси. Почти в каждом районе, ну, может, не в деревне, но в каждом районе есть десяток храмов. Даже вот в нашей эпатхии, тоже небольшой эпатхии, существует несколько храмов, посвященных святителю и читавателю Николаю. Много людей носят это имя. У нас, в России, нет никого, кто посвящен в честь Николая. Николай никого не зовут? Сейчас такие имена модные, там, Максим, Артем, там. Ну, не важно. В общем, это одно из самых популярных имен. Я хотел бы поговорить о нашем современном воинстве, несколько слов сказать. Что такое воинство? Воинство – это защита, это люди, которые защищают Отечество. В любом воинстве щит есть меч. То есть, щит – это то, что защищает Родину. Меч – это то, что, как говорится, как зубы, может, как говорится, укусить, можем досадить, принести язву, чтобы тоже в качестве защиты. То есть, слава Богу, русская земля была, да и есть самая богатая, самая просторная, самая насыщенная полезными ископаемыми, добрыми людьми и дивной историей традиции, которую мы плохо знаем, как Ивана Родства не помнящая. А мы должны знать нашу историю, наши славные победы, подвиги. То есть, столько воин, вот есть исследователи, которые посчитали громадные, большие и малые воины, получилось не менее, а, может быть, более тысячи воин за тысячу лет. То есть, потому что с нами Бог и враг рода человеческого Сатана со своими помощниками не успокаивается и хочет нас победить. Но пока с нами Бог, пока мы с Богом, нас никто никогда не победит. И поэтому будем продолжать традиции своих отцов, жить с Богом, иметь Бога в сердце, в уме, в делах. И тогда наша Россия будет непобедима. И наше воинство, это наши, как скажем, наши зубы, наш кулак, наши мышцы, которые защищают тело. Вот это, в смысле, если говорить про антропологию человека, а если говорить про страну, слава Богу, у нас есть воинство, сухопутное, космическое, морское, казачество есть, есть какие-то там полицейские режимы. То есть, слава Богу, у нас есть такие силовые структуры и для внешней защиты, и для внутренних порядков, которые охраняют нас. Мы вот простые миряне, ну, в данном случае священники, монахи, конечно, не простые миряне, но все равно, мы живем и часто не думаем об этом. А кто-то стоит на страже, кто-то следит за космосом, следит за границей, следит за связью, кто-то отдает душу свою за други своя. Нет больше людей, Господь говорит, чем, кто душу положит за други свои. Кто-то бдит, не спит, а охраняет. И, слава Богу, есть такая возможность. Вот, насколько я знаю, я не вникал, да и, в общем-то, не мое это дело, у нас много здесь военных частей, вот эта часть занимается связью, контролем за связью, насколько я понимаю. Больше я не понимаю, но это очень важно. Как раз хотелось бы поговорить о связи, что такое связь. Есть связь, тут мы друг с другом общаемся, это тоже связь. Сели на трапезные, люди поговорили, пообщались, и их связывают общий интерес, общие цели, в семье, например, в каком-то сообществе. Вот, допустим, что такое щиты-мечи. Бери тысячу воинов, да, у них щиты-мечи, да, но нет руководства, нет связи с начальством, начальство с подчиненными, с воинами. И это не войска, а просто сбор каких-то, может, даже сильных людей, как вот, если спорт взять, все, как говорится, там, лучшие футболисты, а команды нету. Так и здесь, нету единения, поэтому должно быть именно такое единение, соработничество. И поэтому вот связь начальства с подчиненными, подчиненные, уважение, почитание, выполнение указов от начальства, это очень важное дело. Также связь между друг другом, между штабом генеральным, там, различными подразделениями. И тогда, действительно, вот у нас здесь, я знаю, танковая часть, автобат, связисты, слежения различные. Ну и много других, как говорится, военных частей, только на территории нашей партии. А если брать все Приморье, всю Россию, то, конечно, у нас очень много воинов. И, слава Богу, и оружие у нас самое лучшее в мире, и воины замечательные. Во время перестройки было совсем не так. Так вот, а хотелось бы поговорить еще о духовной связи. Есть видимая борьба, вот которую я немножко сказал. А есть невидимая брань, духовная брань. Наша брань, как говорит апостол, не против плоти и крови. То есть не друг с другом мы должны воевать. Здесь мы просто защищаемся, слава Богу, потому что православные люди ни на кого не нападали. А наша брань, апостол говорит, против властей, миродержителей, мы века сего, духовов злобы поднебесной. То есть есть бесовская сила, адская, как говорится, племя, сатанинская злоба, которая против нас все время возносит различные кузни. Она действует через полностью, через, конечно, обстоятельства, через людей, которые подвержены. И мы должны хранить свой мир, свою крепость и держать связь не с ними. Потому что когда мы держим связь с этими помыслами, мы становимся больными, сумасшедшими, духовно, психически, ненормальными людьми. Человек, когда попадает на необитаемый остров или в одиночную тюрьму, или где-то находится в уединении, живет, то эти помыслы его задавливают, и он становится, ну, редко, есть те люди, которые трудом, молитвой от этого спасаются. Вот пустынники, в частности, живут в пустынях, одинокие, но они связаны не с сатаной, а связаны с Богом. Поэтому они в трезвенности живут и духовно. Так вот, все мы призваны к связи с Богом. Это главная наша задача – наладить хорошую связь с небом. То есть мы, земляне, должны наладить связь с небом. Ну, не с какими там необитаемыми, непознанными объектами, а именно с реальным Богом, который творит с неба и земли, который нас создал, который заботится о нас, который открывает нам через свое воскресенье, сам воскресенье, открыл нам дверь в Царствие Небесное. И вот православные христиане, настоящие православные христиане, так жили все наши отцы и деды, предки наши, святые. Они общались с Богом. Простая женщина беседовала в Красном углу, перед иконочками обращалась к самому Господу, к Матери Божией, заступнице рода христианского, к ангелам, хранителям своих, своих детей и внуков, к святым небесным покровителям, воинам святым. К святому Николаю Чудотворцу, это один из главнейших ходатайев пред Христова Божия. К подобному Сергию, Серафиму Саровскому, Александру Невскому и другим. И обращалась, конечно, через канонические молитвы, утренние, вечерние, молебные, акафисты, каноны. Но есть и просто наше живое сердце, и есть живой Бог. И вот мы плохо сыну, плохо дочери, плохо урожая, сурожая, воины идут. Вот там женщина, мужчина, отец семьи, тем более в храме, просто с чистым сердцем. Говорят, Господи, у меня беда, у меня плохо, у меня болезнь, у меня скорбь, у меня война, у меня неурожай, помоги. Но для этого нужно и самому трудиться, тоже надо. Проносить Богу жертву хваление, благодарение, покаяние и, конечно же, исправление. Поэтому надо, дорогие братья и сестры, наладить эту связь с небом, с небесным Творцом. Бог, Он всегда с нами. Надо и нам быть с Ним. Если мы не будем с Богом, то так нам Бог поможет. Если мы живем для себя, для своего удовольствия, для своих пороков, грехов и развлечений, то вдруг нас прижало, а такое бывает периодически, и говоришь, Господи, Господи, гром не грянет, мужик не перекрестится. И что, и Господь должен прям, как это, на побегушках сразу помогать? Да не будет такого. Господь хочет, чтобы мы трудились и для Бога. И Бог это не нужно от нас. Вот нам нужен Бог. Без Него мы никак. Для Отечества трудились. Для нашего сообщества, где мы живем. Для семьи. Ну и для своего спасения. Не только для пуза. Для гортани. Понимаете? Холодильник, там, застолье. Ешь, пей, веселись. Дорвался, как говорится, до свободы, до, как говорится, какого-то имения. И все, и потратил все, как блудный сын. Нет, надо трудиться. Наша жизнь не здесь рай. Здесь временное житие. Здесь надо пожить, порадоваться, создать семью, государство укрепить, защитить и так далее. А наша жизнь в небесах, в будущем жить в Царстве Небесном с Богом, если мы не будем готовиться к этой вечной жизни, и здесь надо трудиться. Если мы чтим родителей, отцов наших, то надо почитать отцов и военных, военных почитать начальников, и государственных отцов начальников, там, руководители на заводе, там, где-то, где работаем. И вот эту ось продолжить отцы родные, отцы, как говорится, такие отцы духовные, и Отец Небесный, Отец всех отцов. Поэтому будем, как говорится, Господь, Господи, Царь, 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 великий первосвященник. Поэтому будем стремиться наладить эту связь с Богом. Господь называется Отцом для нас, а мы называемся Чадами. Мы имеем такую возможность называть Бога Отцом. Это только у нас находится в православии, и мы должны обращаться к Нему. Благодарить Бога, что Господь дал нам жизнь, дал нам солнышко, дал нам родителей, дал нам много утешения в этой земле. Но жизнь полосатая, есть и скорби. И вот мы, как говорится, в виде эти скорби преодолеваем их через подвиги победы под кровь, побеждая, становимся победителями над страстями, должны к этому стремиться, и стяжеваем в сердце благодать Бога. И дай Бог достигнет Царство Небесное. Поэтому, братья и сестры, желаю вам мужественной, крепкой веры. Это самое главное. Быть защитниками Родины, не паразитами, паразитами эгоистами. Потому что, когда человек эгоист, он вольно-невольно предателем становится. А когда человек живет, понимает, что есть что-то единое, то, что должна быть семья, родная семья, где родные, родители, дети, где наше сообщество, людей русских. Потому что кругом люди на нас зубы точат. Но главное, что, конечно, мы должны стремиться к Царству Небесное. Всех вас поздравляю с праздником. Сидитель, чудотворец, покровитель нашей России, покровитель нашего русского воинства, казачества, покровитель всех верующих людей. Он добудет нам помощь и поддержку, и заступление.